Здоровья, YouTube! Вы на канале AndroNews. Это наш еженедельный выпуск новостей из мира технологий. И если вы давно являетесь подписчиком этого канала, то наверняка знаете, что такие ролики у нас принято начинать с небольших новостей для разогрева. Соучредитель и вице-президент Meizu по имени Ли Нан внезапно заявил о том, что покидает компанию. Он также лично выступил с официальным заявлением о том, что по факту он отошёл от дел практически сразу после выхода Meizu 16-го, но юридически оставался на своём посту. Причины своего ухода он не назвал, но нетрудно догадаться, что это скорее всего связано с проблемами, которые сейчас переживает компания Meizu. Кстати, буквально пару дней назад я рассказывал об их последнем флагмане Meizu 16s. Если вам интересно узнать моё мнение об этом чудо-девайсе, я думаю, вы понимаете, что это сарказм, тогда переходите по вот этой вот ссылке и знакомьтесь. Ну, а мы двигаемся дальше. Но перед тем, как я продолжу, хочу напомнить, что прямо сейчас мы разыгрываем смартфон Samsung Galaxy A50. Для того, чтобы принять участие, не нужно делать ничего тяжёлого. Как всегда, лайкос, подписка, комментарии, детальная информация в описании. Ну, а я вам желаю удачи и давайте-ка уже наконец-то перейдём к новостям. Фанаты компании Samsung обозрились на неё и обвиняют её в том, что та решила нагло экономить на своём будущем флагмане. Дело в том, что Samsung уже успела официально объявить о начале серийного производства нового типа памяти LPDDR5 объёмом 12 гигабайт. Но судя по информации, которая уже всплыла в сети, будущий Galaxy Note 10 его не получит. Там будет стоять всё тот же LPDDR4, как и во всех остальных флагманах на рынке. Ну и чем же это оправдает, как нежеланием сэкономить? На самом деле, всё не так просто. Дело в том, что флагманский процессор Snapdragon 855 попросту не поддерживает работу с данным типом памяти. Exynos 9820, кстати, тоже. Поддержка LPDDR5 должна появиться в будущих Snapdragon 865 и Exynos 9830. Поэтому обвинения в алчности Samsung хоть и не беспочвенные, я вам даже скажу больше, я склонен согласиться с этим утверждением. Но оперативная память тут и правда ни при чём. Не так давно мы вместе с вами любовались качественными рендерами будущего смартфона Google Pixel 4. Но буквально вчера завезли первую информацию по поводу технических характеристик этого смартфона. Во-первых, процессор, естественно, Snapdragon 855. Но это как раз таки не новость. Во-вторых, разрешение дисплея старшей версии XL выросло до 2К. У младшей версии по-прежнему будет Full HD+. А в-третьих, и это самое приятное, объём оперативной памяти абсолютно точно будет расширен до 6 гигабайт. Аллилуйя! Как показывает практика, 6 гигабайт оперативной памяти это та самая золотая середина. Этого количества хватает и для того, чтобы держать приложение в фоне и батарейку особо не разряжать. Ещё один интересный слив недавно сделал популярный инсайдер Onleaks. Он заявляет, что на фронтальной панели, в верхнем правом углу смартфона, будет размещен некий загадочный продолговатый датчик, о котором до сих пор пока ничего не известно. А мы-то с вами знаем, что в Android 10 должна появиться полноценная поддержка не только разблокировки по лицу, но и оплата при помощи вашего фейса. Поэтому не тяжело догадаться, что это за датчик такой и зачем он будет нужен. Если у вас есть какая-то другая, более правдоподобная версия, напишите её, пожалуйста, в комментариях. Но лично мы придерживаемся именно этой версии. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Уже на следующей неделе появится два новых крутых среднебюджетных смартфона. Вы помните Honor 8X? В своё время он был лучшим до 300 баксов. И вот спустя год китайцы решили выпустить продолжение этой истории. Только теперь смартфон будет не один, а целых два. В предыдущих выпусках я уже вкратце рассказывал об этих новинках. Но на днях в сеть слили все технические характеристики Honor 9X и старшей версии 9X Pro. Это будут два абсолютно идентичных устройства, с некоторыми отличиями в техническом плане. А именно, более крутая камера в прошке и поддержка быстрой зарядки на 22,5 ватта. По сути, новинки будут похожи на Huawei P Smart Z. Перископическая фронталка, корпус из пластика и демократичный ценник. При этом, новый мощный процессор, батарейка на 4000 мАч, модуль NFC и порт Type-C. Короче, на бумаге аппараты прямо крутые. Если вас не воротят от графического интерфейса Huawei, тогда они вполне могут стать конкурентами таким моделям, как Redmi Note 7 и Galaxy A50. Стоимость младшей версии в Китае стартует с отметки 203 доллара. Во всяком случае, предположительная стоимость. На старшую версию она составит 261 доллара. Презентация пройдёт 23 июля. В этот же день в Тайване должны показать суперигровой смартфон Asus ROG Phone 2. И вы знаете, у меня прямо текут слюни, так хочется его протестировать. Сейчас поймёте почему. Вчера стали известны его технические характеристики. Кроме самого мощного процессора и крутого экрана с частотой обновления изображения 120 Гц, аппарат получит батарейку на 5800 мАч, кучу оперативки и камеру на 48 мегапикселей. Но при этом он будет слегка тяжёлым и весьма большим. Для большего понимания высота Galaxy S10 Plus 157 мм, а Asus 171. Вес Samsung 175 граммов, Asus 240. Короче, это будет самый настоящий гигант. Хотя, вы знаете, для гейминга это самое оно. Впрочем, я не отрицаю тот факт, что продукт нишевый и подойдёт он далеко не каждому. Особенно, если учитывать прайс не менее чем 900 долларов. Но у меня есть для вас и хорошая новость. Если вас всё-таки заинтересовал Asus ROG Phone 2, но вы понимаете, что отдавать за современный смартфон более 500 долларов – это горячка, тогда вам обязательно нужно обратить внимание на следующее поколение Black Shark от Xiaomi. Видимо, игровой процессор Snapdragon 855 Plus заинтересовал многих производителей. Уже 30 июля покажут Black Shark 2 Pro, который в числе первых получит этот самый чип. Ещё одним претендентом станет Nubia Red Magic. Короче, аналогов у ROG Phone будет немало. Только смогут ли они все похвастаться таким количеством аксессуаров и различных фишек – это уже вопрос. Как и вопрос о ёмкости аккумулятора, ведь 5800 мАч они на дороге не валяются. Но не волнуйтесь, и на этот вопрос есть ответ. Дала его довольно амбициозная компания Redmi. По сути, Xiaomi, и тем не менее. Вчера они показали новые бюджетные пауэрбэнки от 8,5 до 14,5 долларов. И это при ёмкости от 10 до 20 тысяч мАч. Да, продукт не совсем эксклюзивный, но массовый, качественный и по низкой цене. Поэтому вот он от меня не совсем эксклюзивный и довольно бородатый лайфхак. Покупайте себе стандартный смартфон с небольшой ёмкостью батарейкой, после этого пауэрбэнк от Redmi за 8,5 баксов и ходите на одном заряде 2-3 дня. А то и 4, а то и 5. Компания Nokia всё никак не может распрощаться со своим когда-то успешным форматом кнопочных смартфонов с операционной системой Symbian. Это были золотые времена компании. И как указывают последние утечки, Nokia собирается возродить их. Не секрет, что операционка Symbian давно умерла. И слава богу. Поэтому Nokia всерьёз занялась адаптацией Android. И уже относительно скоро они могут представить свой новый кнопочник с зелёным роботом на борту. Судя по дизайну аппарата, это будет ремейк модели Nokia 220. Обращая внимание на значок в панели уведомлений, в качестве операционной системы используется Android 8. А это значит, что проект находится в тестировании уже не один год. И это значит, что всё серьёзно. Известно, что помимо звонков и SMS, там будет полноценно работать Google Ассистент, приложение YouTube, браузер Chrome и даже отдельная игра с вечно бегущим динозавриком. Если вы думаете, что кнопочники никому не нужны, то вы сейчас охренеете, как и я. Каждый четвёртый проданный смартфон в прошлом году был кнопочным. Слушайте, может быть я ничьи смартфоны обозреваю? И напоследок держите небольшую историю о том, что значит удачно слетать на Comic-Con. Все пассажиры рейса Даллас-Сан-Диего, авиакомпания Southwest Airlines абсолютно бесплатно в самом начале рейса получили в подарок новенькие игровые консоли Nintendo Switch и игру Super Mario Maker 2. Дело в том, что в Сан-Диего как раз намечался крупный Comic-Con, куда и летела большая часть пассажиров. Никто из них не знал, что получит подарок. И хрен с ним, что это была совместная рекламная компания, авиалинии и Nintendo. Всё равно это лучшая рекламная компания. Вот кто бы меня так отрекламил? Я бы с радостью стал жертвой такой рекламной компании. Короче, случай интересный и очень крутой. Вот знать бы, какими авиалиниями летать, да? Ребят, у меня на этом всё. Спасибо за просмотр. Участвуйте в нашем розыгрыше смартфона Galaxy A50. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. Не забывайте ставить пальцы вверх. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова